10 часов столицы. Вы смотрите новости. С вами Динара Саду. Доброе утро. И вот тема выпуска. В Чили началась вакцинация детей старше трех лет. В Египте не могут привыкнуть к новым антиковидным реалиям жизни. А в Чехии спасают Рождество. Расскажем, какие меры борьбы с коронавирусом принимают в разных странах. Вы вышли на просрочку. Что делать в такой ситуации? Можно ли решить проблему мирно? Все подробности в деловом обзоре. Борис выиграл второй матч подряд на выезде, одолев одного из лидеров Восточной конференции. Какое место в турнирной таблице занимают подопечные Юрия Михайлиса? Расскажем в новостях спорта. Теперь официально в США объявили о дипломатическом бойкоте предстоящих Олимпийских игр в Китае. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Тем самым официальная делегация, представляющая Вашингтон, не поедет на зимнюю Олимпиаду. Решение американских властей не распространяется на спортсменов, которые смогут в полной мере выступить на главных стартах четырехлетия. Псаки добавила, что Вашингтон уже уведомил союзников и партнеров за рубежом и предоставил им право самим решать, как поступить в отношении предстоящих игр. С призывами бойкотировать Пекинскую Олимпиаду ранее выступали политики из Австралии, Канады и Норвегии. В свою очередь в Международном Олимпийском комитете заявили, что это личное решение каждого правительства, которое МОК в силу своего политического нейтралитета полностью уважает. Администрация Байдена не будет отправлять ни дипломатических представителей, ни других официальных лиц на Олимпийские и Паралимпийские игры в Пекине, учитывая продолжающийся геноцид Китая и другие нарушения прав человека. Но команда США и спортсмены получат нашу полную поддержку. Теперь об эпид-ситуации. Вторые сутки ни одна область страны не находится в красной зоне. До этого там продолжительное время была Североказахстанская область. Об уменьшении числа инфицированных говорит и статистика. Так, за минувшие сутки положительный ПЦР выявили только у 545 человек. Сейчас лечение в стационарах страны получают больше 23 тысяч человек. Из них в крайней степени тяжести 96 пациентов. На аппарате ИВЛ 57 человек. По данным Минздрава, 10 казахстанцев скончались от коронавируса и связанные с ней пневмонией по состоянию на 5 декабря. Вакцинация детей в возрасте от 3 до 5 лет стартовала в Чили. Об этом сообщили в Минздраве страны. Несовершеннолетних прививают китайской вакциной коронавак. Препарат выбран на основании результатов исследования, подтвердивших, что иммунизация от коронавируса у детей проходит с меньшими осложнениями, чем у взрослых. Сначала вакцинировать будут детей с различными заболеваниями, а потом всех остальных. Всего в рамках прививочной кампании планируется охватить до 600 тысяч несовершеннолетних. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио ввел обязательную вакцинацию от COVID-19 для сотрудников частных компаний. Их насчитывается 184 тысячи. Глава города постановил, что до 27 декабря сотрудники должны получить как минимум одну дозу препарата. Кроме того, с этой же даты в Нью-Йорке все люди старше 12 лет должны будут предъявить сертификат вакцинации для посещения фитнес-клубов, развлекательных объектов и ресторанов. У нас есть новый фактор – штамм омикрон. У нас также более холодная погода, что создаст дополнительные проблемы наряду со штаммом дельта. Кроме того, нас ждут праздники, во время которых люди будут много контактировать. А в Испании, в Малаге, рождественская вечеринка в одной из больниц закончилась отнюдь не празднично. После мероприятия ковидом заболели 68 сотрудников отделения интенсивной терапии университетской региональной больницы. Остальной сотне гостей, которая присутствовала на празднике, повезло. Примечательно, что все заболевшие привиты и даже прошли ревакцинацию, поэтому большинство из них заболевания протекают бессимптомно или в легкой форме. К новым ограничениям никак не могут привыкнуть жители Египта. С 1 декабря в стране вступил в силу новый пакет карантинных правил. Невакцинированным гражданам теперь запрещен вход в госучреждения. В итоге по всей стране образовались огромные очереди. Люди, к примеру, не могут получить визы. Под ограничительным колпаком также остались полицейские участки, суды и даже поликлиники. О жизни по новым правилам расскажет Дмитрий Лукша. Одними из первых от новых правил пострадали представители малого бизнеса. Банки вслед за другими госучреждениями также установили антиковидные нормы посещения. QR-код или отрицательный ПЦР-тест сейчас для коммерсантов важнее налоговой декларации. Без него двери финансового заведения закрыты. Тысячи бизнесменов вынуждены менять формат сделок, переводя договоренности в безналичную плоскость. Однако даже в этом случае они не застрахованы от форс-мажора. На недовольство деловой прослойки власти отвечают в том же деловом стиле. Декабрьские ограничения были анонсированы, а значит, времени для решения вопросов было достаточно. Я не могу прививаться по некоторым личным причинам, а постоянно делать ПЦР-тест тоже сложно. Моя компания, к примеру, на прошлой неделе потеряла контракт на 500 тысяч долларов, потому что я не смог попасть в банк, чтобы завершить сделку. Мой ПЦР был просрочен, хотя я был в маске и перчатках. Завтра у меня вновь заканчивается срок действия теста, и я физически не смогу его сделать. И что мне сейчас? Не выходить из дома и бросать работу? Очереди на ПЦР-тест, как и на вакцинацию, впервые с начала пандемии стали виртуальными. И даже в этом случае медицинские услуги расписаны на недели вперед. Сегодня билет в социальную жизнь в виде QR-кода нужно получить для посещения абсолютно всех государственных учреждений, вплоть до полицейских участков и поликлиник. Накануне вынужденный перерыв в работе сделал визовый центр в Каире. В этом случае специалисты не справлялись с несколькими сотнями посетителей, пытавшихся попасть внутрь. Власти все сделали правильно. После двухнедельного периода, касавшегося только сотрудников государственных структур, с 1 декабря мера перешла на всех граждан и гостей Египта. Всем было дано время на подготовку. Менее чем за месяц мы планируем вакцинировать 40 миллионов египтян. Пока прививку получили лишь 16 миллионов человек. Это не радикальные меры, а вынужденная защита от угроз пандемии. Новое правило могут оставить без традиционных новогодних каникул египетских студентов. Отсутствие актуальных документов уже сорвало сдачу экзаменов 500 тысячам учащихся. Студентов без QR-кода попросту не пускали на порог университета. Местные студсоветы уже направили в парламент жалобу с просьбой смягчить новое правило. Настроение и отношение чиновников к ограничительным мерам стало понятно накануне. Из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса Египет прекратил все прямые рейсы с рядом стран Южной Африки. Дмитрий Лукша, Светлана Брахмит и Амар Мурат, Хабар 24, Египет. Второй день неспокойно в Брюсселе. На этот раз там прошла общенациональная забастовка и манифестация профсоюзов. Митингующие выступают за повышение зарплаты и против роста цен на энергоносители. Члены трех крупнейших профсоюзных организаций королевства выступали также за расширение прав профсоюзов. По оценкам полиции в марше и забастовке транспортников участвовали почти 60 человек. Участники протеста заявили о том, что требуют достойной зарплаты. По их словам, доходы падают, а цены на электричество растут с каждым днем. Колонна манифестантов прошла по бульварному кольцу бельгийской столицы, вызвав тем самым серьезные транспортные проблемы в городе. Из-за акции протеста и забастовки транспортников движение в Брюсселе было блокировано. Мы обращаемся к правительству и работодателям. Основная проблема в снижении нашей покупательной способности. Нельзя ожидать повышения зарплат, пока есть закон, блокирующий это. Мы здесь, чтобы отменить его, особенно в условиях роста цен на энергоносители. Эта проблема затрагивает как Бельгию, так и другие страны ЕС. Нефть, бензин, электричество – все растет в цене. Национальный банк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 9,75% годовых. Такое решение приняли на последнем в этом году заседании Комитета по денежно-кредитной политике. Объяснили его небольшим замедлением годовой инфляции в ноябре. При этом предупредили, что ставку продолжат повышать теперь уже в новом году, если цены будут активно расти. Тему продолжит наш экономический обозреватель Индира Тикжанова. Несмотря на прогнозы многих финансовых аналитиков и экономистов, которые ожидали очередного повышения ключевой ставки, Национальный банк сохранил ее на прежнем уровне. Денежный регулятор сообщил, что в ноябре в Казахстане немного замедлился рост цен на продовольственные товары и платные услуги. Стоимость ГСМ и угля, напротив, резко выросла. По итогам года специалисты ожидают сохранения инфляции в пределах 8,5-8,7%. Ее пик прогнозируют в первом квартале 2022. Затем в течение года возможно замедление до 6-6,5%. В Нацбанке четко дали понять, ужесточение монетарной политики продолжится при дальнейшем росте цен. Специалисты отмечают, растет и неопределенность относительно нового штамма коронавируса. Пока не ясно, как омикрон будет влиять на инфляционные процессы, внешний и внутренний спрос. По наблюдениям аналитиков Евразийского банка развития, новые волны коронавируса с каждым разом все меньше влияют на рост экономической активности в ЕАЭС. Это внушает определенный оптимизм, говорят эксперты. Высокую инфляцию в странах Союза, в том числе и в Казахстане, объясняют в первую очередь внешними факторами, в виде сбоев в цепочках поставок товаров. Мы все-таки закладываем, что в следующем году эти цепочки поставок будут дальше нормализовываться и восстанавливаться, что цены на сырьевые товары будут постепенно снижаться со своих пиков, которые мы наблюдали в текущем году. Все это будет, соответственно, благоприятно влиять на развитие инфляционной истории в наших странах банка. На этом фоне мы ожидаем замедления инфляции в Казахстане. Формирование тренда на замедление может начаться уже в первом квартале следующего года. И по итогам года инфляция приблизится к целевому ориентированию Национального банка. Как быть, если вы вышли на просрочку по кредиту? В Казахстане этой осенью заработал механизм досудебного регулирования задолженности. Независимый эксперт по банковским вопросам Нуржан Биакаев говорит, «Главное не пытаться скрываться». При образовании задолженности заемщику в течение 30 календарных дней нужно письменно обратиться в финансовую организацию, изложив причины просрочки. Он может указать удобные ему варианты решения. Отсрочку по основному долгу и вознаграждению, пролонгацию кредита или снижение ставки финансирования. В течение 15 дней банк обязан ответить на данное письмо. В случае отказа заемщик вправе также письменно обратиться в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка. Каждый случай там обещает рассматривать индивидуально. Эксперт подчеркивает важный момент. Для социально уязвимых категорий действует норма о том, что в период разбирательств между сторонами банк не имеет права начинать процедуру досудебного или судебного взыскания. Также в законе теперь четко прописано, что заемщик может самостоятельно продавать залоговую квартиру. На это ему дается определенное время. У нас просто за последние годы именно в части досудебного, а особенно судебного регулирования этих проблемных вопросов, очень было много нарушений со стороны всех финансовых институтов, будь то банк, либо микрофинансовая организация. И вот для упорядочения вот этих действий, для того, чтобы это все шло синхронно в рамках законодательства, для этого и были внесены, инициированы со стороны Агентства по регулированию и развитию финансового рынка со стороны Национального банка Казахстанские IT-компании получают возможность более активно завоевывать рынок ЕАЭС. Меморандум заключили Евразийский банк развития и национальный холдинг «Зерде». Для поддержки стартапов на разных этапах развития планируют создать экосистему. Как сообщил заместитель председателя правления холдинга Марлен Сихаев, на начальной стадии отобранные проекты будут финансировать из внутренних источников. После их развития и экспертной оценки стартапы могут претендовать на инвестиции от международной финансовой организации. По словам Марлена Сихаева, это позволит не только повышать конкурентоспособность отечественных компаний, но и масштабировать их разработки на территории стран Союза. Та система, которая на сегодняшний день создана, это создана через рыночный механизм. Соответственно, участники рынка сами определяют, какие направления финансировать, потому что это самый действенный способ. На сегодняшний день в экосистеме Астана Хаба, в которой созданы специальные налоговые жимы, находятся уже 579 компаний, которые с 19 года апреля уже аккумулируют объем денег в размере 380 миллионов долларов. И к международным новостям. Неделя началась с 2-процентного роста цен на нефть. Февральские фьючерсы на марку Brent торгуются выше 71 доллара за баррель. Такой эффект на рынок произвела новость о том, что крупнейшая нефтяная компания «Саудиорамка» повысила отпускные цены на январь для своих покупателей в Азии и Соединенных Штатах. Как сообщает Bloomberg, для рынка это стало сигналом, что спрос на черное золото остается достаточно высоким, несмотря на распространение микрона. Повышение затронуло все марки, производимые госкомпанией Саудовской Аравии. Общий рост составил примерно 80 центов. Отпускная стоимость эталонной Arab Light для азиатского рынка увеличилась на 60 центов. Для северо-западной Европы цены, напротив, снизились, отмечают в агентстве. Таким был обзор деловых новостей к данному часу. Всего доброго. Вы смотрите новость о Хабар 24. Я напоминаю, мы работаем в прямом эфире. Почти сотню стихийных свалок обнаружили в Мангыстаусской области с помощью космомониторинга. 32 из них находятся в Актау. На сегодняшний день силами коммунальных предприятий очищено 17 свалок. По словам специалистов, такая работа проводится регулярно. Но из-за отсутствия контроля над несанкционированными мусорными полигонами, отходы появляются вновь. Чтобы убрать весь мусор, местные власти подключают спецтехнику. Территория первого микрорайона Актау соседствует с промышленной зоной. Тут и там регулярно появляются островки бытовых отходов. Похожая картина наблюдается и в верхней части приморского города, где расположены новостройки. Коммунальщики сетуют. Нарушителей чистоты найти довольно сложно. Сколько бы ни убирали, жильцы постоянно выносят из своих домов мусор после ремонта. По правилам крупногабаритный мусор необходимо доставить на полигон, расположенный в населенном пункте Баянде, нанять спецтехнику. Мы не можем просто наблюдать, как растут такие стихийные мусорные полигоны. Поэтому регулярно, своими силами очищаем площади. А это территория малого озера Уймаша, что расположена в пригороде Актау. В начале года вокруг водоема была раскинута обширная, несанкционированная свалка бытовых и строительных отходов. Власти провели здесь генеральную уборку и за чистотой стали следить мобильные группы. Теперь нарушителей штрафуют. Только в этом году выявлено 56 правонарушений. Гражданам также были приняты принудительные меры. Два раза в год весной и осенью проводятся субботники. И территорию малого озера Уймаша также убирают несколько раз. Но все равно люди умудряются намусорить. Сегодня мы еще раз убедились в этом. За 11 месяцев этого года с городских стихийных свалок вывезено около 40 тысяч кубов мусора. Местные власти планируют установить специальные предупредительные знаки и увеличить количество контейнеров. Что касается полигонов, то в области их 7. Все отвечают санитарным требованиям. Также установлено 16 мест для временного размещения бытовых отходов. Тамара Степанова, Салмат Бегбаев, Мангсталовская область, Хабар-24. Продолжаем выпуск. Благо цивилизации теперь появились и в самых отдаленных селах на востоке Казахстана. Там к водоснабжению начали подключать населенные пункты, где ранее никогда не было единой централизованной системы. Новый трубопровод провели по программе развития регионов за счет бюджетных средств на сумму 578 миллионов тенге. С счастливыми жителями села Солоновка Катун-Карагайского района встретилась Анелли Синбердина. Кульмайра Сарсимбаева одна из первых в Солоновке завела трубу прямо в дом. Говорит, не нарадуется. Даже купили стиральную машину, благо теперь проблем с подключением нет. Бабушка признается, что только сейчас, в 80 с лишним, она начала жить с комфортом. Теперь ей не нужно постоянно бегать за водой с флягами или выпрашивать ее у соседей. С речки брали, пользовались, все равно жили и огороды садили, высаживали все. Государству спасибо за то, что нас помогли нам в деревне, воду провели. Строительство системы водоснабжения Солоновки началось в мае этого года. К осени подрядчики работу закончили. Для обеспечения села возведено два резервуара вместимостью по 150 кубометров каждый. Следит за ними и насосной станцией. Оператор Андрей Перков. Благо, все автоматизировано. Чтобы разбираться в современных технологиях, Андрей прошел специальное обучение. Приезжали специалисты из Алматы, нас обучили, объяснили, где что находится и как пользоваться. И что делать в случае чрезвычайной ситуации. Здесь есть защита, здесь есть генератор, который в случае отключения электроэнергии, он автоматически запускается. Поэтому жители без воды не останутся. Еще и по качеству она не уступает любым минеральным источникам. Гордятся сельчане. Сейчас в Вихауле жизнь налаживается. Из 182 домов вода заведена уже в 70. Остальным доступ к центральному водоснабжению обеспечат теперь весной. На следующий год запланировано и освещение, и ремонт улиц. В следующем году у нас планируется в селе Солоновка улица Капышево асфальт, Абая улица асфальт, протяженность Капышево улицы 1600, и на Абая улице 600 метров. Помимо Солоновки в этом году в Катон-Карагае получили воду жители еще нескольких сел. Среди них самые отдаленные Аршата, Берель, Шингастай. Теперь в районе центральным водоснабжением обеспечено 90% жителей. Анна Лисенбергенович, Григорий Баканов, Восточно-Казахстанская область, Хабар, 24. В прямом эфире вы смотрите новости. Традиционный рождественский сезон на финской Лапландии под угрозой всему виной штамм омикрон. Из-за неясной ситуации с новым вариантом коронавируса в мире количество бронирования авиабилетов и номеров в отелях по подсчетам экспертов значительно уменьшилось. Предприниматели опасаются, что страны могут ввести новые ограничения, из-за которых они снова останутся без дохода. Дело в том, что пандемия и локдауны сильно ударили по местному туризму. Если в 2019 году Лапландию посетили больше 60 тысяч туристов, то в прошлом их было в шесть раз меньше. Напомню, в Финляндии омикрон уже выявили у семи человек. По новым правилам путешественникам, посетившим страны Африки, в течение последних двух недель запрещен въезд в эту страну. Рождество в Чехии может пройти под строгими запретами и ограничениями. Точный список правил для празднования местные власти обещают опубликовать уже в среду. Но сами чехи не намерены мириться с тем, что у них могут отобрать настроение. Поэтому создавать атмосферу праздника горожане решили самостоятельно. В Праге начали работать настоящие рождественские трамваи, украшенные огнями и гирляндами. Как чехи отвоевывают свое право на веселье, выяснял Александр Гресс. Следующая остановка – Рождество. Этими словами начинается и заканчивается маршрут у водителей этих трамваев. Необычной традиции ездить по рельсам с огоньком всего пару лет. Однако в этом году дарить дух праздника решили начать на неделю раньше. Сказалась грусть населения от ковидных будней. Всего на рождественский маршрут вышло четыре трамвая. Накануне они встретились вместе, чтобы пройти по Праге торжественным маршем перед всеми горожанами. Правда, сами водители свой строй назвали в духе рождественской сказки – флотилией. Это необычные трамваи. Три из четырех – музейные экспонаты и датируются первой половиной 20 века. Такая старина еще больше придает ощущение Рождества, чего-то чарующего. Притом мы сами трамваи еще и покрасили под раритет. То есть сейчас они ездят по Праге в том виде, в котором курсировали в 1930 году. В прошлом году мы выпустили нашу технику 15 декабря. В этом намного раньше, чтобы подбодрить людей. Год был непростой, и у многих просто не осталось сил на праздники. Подбодрить чехов решили и уличные артисты. По воскресеньям Прага становится настоящей столицей перформансов. В разных уголках города циркачи и музыканты дарят прохожим ощущение Рождества, организуя небольшие представления на несколько минут. Гуляют по пражским бульварам и акробаты в костюмах ангелов. Эти артисты уже стали визитной карточкой рождественской Чехии. Циркачи не просто проходят по улицам, но и изредка одаривают прохожих небольшими сувенирами. Узнать, когда и куда ангелы прилетят вновь нереально. Место и время выступлений держатся в строжайшем секрете. Мы не хотим, чтобы чиновники трактовали наши выступления как массовые мероприятия. Тогда мы автоматически попадем под запрет. Мы не нарушаем закон, мы просто гуляем по улице и дарим людям улыбки. Да, можем устроить небольшое представление, но мы на него не продаем билетов. Поэтому мероприятием, а тем более массовым, наши перформансы назвать сложно. Наши выступления продлятся вплоть до кануна Рождества, ведь людям нужен праздник. Иногда нужно расслабиться хоть на минуту и просто вздохнуть. Серьезное лицо всегда держать невозможно. Такие перформансы могут остаться единственным предпраздничным приветом. После долгих дискуссий власти не решились давать зеленый свет традиционным и популярным среди населения рождественским ярмаркам. Торговлю запретили, а продукцию выкупили оптом государственной организации. Так, по мнению чиновников, удастся спасти и малый бизнес. Сами же чехи после такого предпраздничного прагматизма замерли в ожидании новостей о правилах празднования самого Рождества. По некоторым данным, в этом году главный праздник может пройти без гуляний, без видеопроекции на зданиях и без фейерверков. Александр Гресс, Дмитрий Лукша и Павел Дмитро. Хабар-24. Чехия. И на этом пока все. Удачного вам дня и до встречи.